Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня вновь среда, и сегодня мы встречаемся с вами в рамках программы Культ Просвет. И продолжаем нашу беседу о коллективной или культурной памяти. Как вы помните, не один год мы ищем общее культурное пространство, в том числе и пространство прошлого, которое часто нас разъединяет. Но, может быть, нам удастся найти те моменты, события, личности, которые могут нас объединять и в будущем. Поэтому сегодня мы продолжим беседу на тему коллективной памяти, форматов, каким образом мы можем создавать диалог о прошлом и тем самым строить общее будущее. Вы, как всегда, являетесь неотъемлемой частью нашей беседы. Ваши комментарии, ваши вопросы очень важны. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к сегодняшней беседе по телефону прямого эфира. 6-7-2-1-2-9-3-9 и 6-7-2-1-3-9-3-9. Тем самым, пожалуйста, оставляйте свой комментарий, также и на номер в WhatsApp и SMS по номеру 2061-91. 2061-91. И наши коллеги просили напомнить, что мнение редакции может не совпадать с мнением гостей в студии. Уважаемые коллеги, друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом в рамках музейного пространства можно создавать общее прошлое, рассказ об общем прошлом и о том, каким образом мы можем на основе этого создавать и общее будущее, в котором все латвийское население могло бы так или иначе найти себя, частичку своей семейной традиции, прошлого, истории и своего опыта. Мой коллега Евгений Копейн сегодня помогает обеспечивать нам техническую сторону эфира. Сегодня в гостях у нас руководительница мемориала Жанни Солибко, Лолита Томпсоне. Добрый день. И куратор музея Райви Симонсонс. Добрый день. Добрый день. Вы нередко бывали у нас в гостях на протяжении долгих лет, но время бежит очень быстро. Все меняется, и меняется также и функция музея, пространство музея, его задачи. И сегодня мы поговорим о целом ряде новых проектов и идей. И я думаю, что начнем мы с проекта «Живая библиотека». Это совместный проект мемориала Жанни Солибко и Института Гёте. И этот проект происходит в рамках следующего мероприятия или цикла мероприятий «Разные воспоминания, общее будущее». И проводится этот проект как часть цикла мероприятий, которые финансируются Федеративной Республикой Германии из дополнительных средств бюджета 2022 года для уменьшения последствий агрессивной войны России в Украине. Итак, вернемся к самой идее «Живой библиотеки». Давайте немного поговорим о формате. Формат интересный, потому что мы пытались сделать так, чтобы это не было просто лекции. И пригласили мы людей, которые очень живы в общении и умеют рассказывать про свою жизнь, творчество. И тем более, что важнее 90-е годы. В принципе, этот перелом в нашем обществе, когда рушатся Советские Союзы, создается уже Латвия. И пространство уже новой культуры. Речь пойдет о 90-х годах. Да, о 90-х годах. И это, конечно, интересно, слушать лекции и смотреть всякие презентации PowerPound. Но мы хотели, чтобы это сделать в более интимной обстановке, чтобы люди не боялись задавать вопросы. Потому что мы все живем в Латвии, мы знаем, как люди стесняются. Как-то я при людях буду что-то такое сдавать. Но когда мало людей, есть этот личный контакт. Поэтому это называется «Живая библиотека». И люди, художница Сандра Крастеня и Марис Гайлес, который создавал вместе с Аугустом Сокотцем кинофестиваль, очень революционный и такой без цензуры «Арсенал». Вот они будут живые книги, которых можно вот читать, задавать вопросы, как-то, в общем, приблизиться к тому времени через глаза и опыт тех людей, которые там были. То есть посетители станут читателями? Да, с читателями этих людей или их истории. А каковы будут акценты? Каким образом это будет происходить? И в какой степени можно заглянуть в историю 90-х годов? Скажем, в какой степени будут готовы сами книги рассказать об этом? То есть есть какие-то такие, не знаю, жанровые важные условия или какие-то предпосылки? Мы выбрали два очень важных, на самом деле, события, которые связаны с историей 90-х. «Арсенал» с кинофорума начинался уже в 86-м году, на самом деле. И как только Горбачёв дал немножко, как это, свободы вообще, это сразу вылилось в культуру. По всему Советскому Союзу Сокотцы и Марис Гайлес они собирали фильмы, которые были на полках, запрещенные, непонятно, никто почти их не видел. И в 86-м году показывали и этот фильм в кинофестивале. И дальше из этого развился международный фестиваль «Арсенал», с которым, в принципе, два поколения почти молодых и не таких молодых людей, на них повлиял этот фестиваль, потому что ты вдруг увидел совершенно другое кино, и экспериментальное кино, и то, что было запретное, и великих режиссёров, которых не показывали всегда на Советском Союзе. При этом всё это сопровождалось таком, нужно сказать, фейерверком искусства. Местные художники створили планетарий, например, который сейчас церковь, и была церковь до этого. Там они объявили это большой-большой змеёй или какие-то... Ну, это были такие объекты искусства большие, чтобы люди... Да, чтобы... И это воспитывало и зрителя, вот эта свобода в кино. И второе, вот это «Майга Асвард» и «Бас» — это группа художников нежной волнения, наверное. Нежной колебания. Нежной колебания, хорошо. Которые... Обычно художники творят, и потом есть выставки, и ты приходишь и на это смотришь. И они сделали всё вверх ногами. Выставка... Там уже в церкви, да? Нет, это в выставочный зал Латвии, который был... Там было так, что выставка закрывается в тот момент, когда работы готовы. То есть люди приходили смотреть, как эти шесть художников... Да, один из них был, вот Сандра Красный, которая будет у нас. Она вот, да, рассказывает, как это было, потому что, конечно, до этого ничего такого советской... Ну, в Латвии не было. Но это в группах сильных молодых художников, которые, конечно, там... Я там... Я старенькая, я там была. Я помню, насколько это было потрясающе увидеть такой подход к искусству. Давайте сразу напомним в начале беседы, когда, во сколько и где будет происходить жанр живой библиотеки. Где можно будет услышать эти рассказы? 23 сентября, в пятницу, полседьмого вечера. У нас в мемориале Липке, это Типсала, это за бассейном. Музей, и приходите. В музее есть адрес? Да, Мазайс Баллеста Дамбис 9. Но я надеюсь, что люди, GPS, и всё вас, в общем, язык до Рима доведёт. Вход бесплатный. Вход бесплатный, да. Хорошо. Теперь, равен вопрос вам. Скажите, когда мы слышим о подобных мероприятиях и жанрах рассказа о прошлом в рамках музея, то можно задаться вопросом, а где же классическая функция и роль музея? Мы, как правило, привыкли всё-таки к тому, что музей — это процесс сохранения прошлого, довольно статичный. Есть некоторая всегда присутствующая дистанция между рассказом и объектами, и теми, кто посещает музейное пространство. Здесь получается, так же, как на тогдашней выставке, всё как бы, как Лори, ты сказала, кверх ногами, да. Как вы, как куратор с большим опытом и работой, скажем, в международных пространствах, как вы оцениваете, куда идут музеи, что с ними происходит с точки зрения, допустим, приглашения зрителя, посетителя и попытки узнать то культурное пространство? Какие сдвиги? Ну, в том и дело, в принципе, да, что стереотип, он жив, что музей занимается вещами былого, историческими, что это имеет мало причастия к повестке дня, скажем так. Так, но, конечно же, это миф. Музей является частью общественного пространства и пространства, где проводятся дискуссии того, как лучше быть, то есть, занимается, как раз занимается этой функцией. И как прийти к этому, это, конечно, через разговор, через беседу. И для этого существуют разные форматы. Один из этих форматов – это наши рижские разговоры, которые пройдут уже четвертый раз. Денис является автором этой идеи. Мы очень рады, что мы, как музейные работники, можем продолжать эту традицию в рамках самого музея, чисто как физическое пространство и как пространство общественное, пространство эфирное. Четвертый раз пройдет форум. В рамках этого форума и будут и жива библиотека, и выставка датского фотографа, который документирует войну в Украине и переживания тех людей, которые живут здесь, в Риге, следуя иммиграции. Будет открытие зала виртуальной реальности с лекцией нашего дорогого друга, который приедет из Миннеаполиса, из Соединенных Штатов. То есть мы будем праздновать то, что мы можем быть все вместе и делиться тем опытом и тем, что мы каждый делаем в своей сфере. И приглашать людей, приглашать людей мыслить о том, что происходит сейчас актуальное, самое актуальное, что происходит война в Украине, то, как мы реагируем, как музейные сотрудники, как культурные работники на тему. Если мы говорим об актуальных событиях, каким образом и рижские беседы и живая библиотека могут повлиять на создание пространства для дискуссий? Потому что, мне кажется, одна из бед латвийского общества, что мы во многом не слышим друг друга. И если мы вспоминаем события или дискуссию по поводу судьбы памятника советским солдатам, то все произошло так быстро, что люди, в принципе, не успели оставить какой-то свой такой дискурсивный отпечаток или какой-то свой след в дискуссии на тему, что делать с этим пространством. Все произошло молниеносно и, в принципе, некоторым, по моему мнению, субъективному, было свидетельством того, как у нас решаются вопросы о том, причастны ли общества к прошлому или нет. То есть это, в принципе, таким вот декретом, указом, быстренько все сделали. И вы считаете, такое ощущение, что мы не успели вообще ничего и рта раскрыть. Как вам кажется, здесь вдруг может появиться какая-то новая функция у музея? Вообще-то нас не спрашивали. Что-то и дело, да. То есть я с вами согласен. Есть ощущение, что не спрашивали ни академиков, ни неправительственной организации, ни СМИ, ни историков, ни тех, кто занимается коллективной памятью, увы, как музей. А ведь недавно же произошла некоторая, скажем, не то что революция, а обновление самого определения музея. Я знаю, что международные организации, связанные с этой областью, после долгих исканий, наконец, пришли к выводу, что музей — это что? Буквально пару недель назад мы из Праги привезли новую дефиницию музея. То есть обновленную дефиницию. Поделитесь. Ну, самое главное, что в ней высвечиваются, это большие эти термины или блоки. Блоки, да, это ИЛЦПЕ, во-первых. Устойчивое развитие. Да, НАТО, Афинатонации. ООН. ООН. Пункты по устойчивому развитию, что включает в себя и интеграцию общества, и коммунитиз, общественность, община, и так далее, деколонизация и всё это, то, что имеет место сейчас в актуальной беседе. Ну да, вспомним форум Гумбольта и скандалы по поводу колониального, скажем, прошлого, и объектов из Бенина и прочих стран. Хорошо, то есть таким образом получается, что музей — это не архив, который молчит, и предметы, которые лежат где-то за стеклом, а это новое пространство для соучастия. Так вы понимаете свою функцию? Не, ну, в музеях вообще мероприятия же, они всегда как-то связаны с темой музея, поскольку у нас главная тема музея — это спасение людей, которых преследовали, ну, в нашем случае при нацистском режиме, но тема немножко шире — это вообще то, что ты всегда в человеке видишь человека, и даже если все против них, ну, в данном случае это было против евреев, то есть всегда люди, которые помогают, спасают, несмотря на пропаганду и то количество вообще мразей, которые льются на евреев или на какую-то группу, как будто меньшинство, и мне кажется, это важнее. Поэтому и тема в музее, и мероприятие, и дискуссии, и фильмы, которые у нас, они все-таки связаны с такими большими темами человечности и войны, и решение, личное решение каждого человека все-таки, ну, остаться, не знаю, приличным человеком. Я думаю, что на данный момент напрашивается некоторое историческое отступление на мгновение. Если кто-то из наших радиослушателей еще не бывал в мемориале Липке, давайте напомним, кто этот Жанис, и почему он стал выдающимся человеком, оставшись приличным человеком, как сказала Волита. Наш латвистский Шиндлер, скажем так, да. Только будучи не индустриалистом, а простым работником, портовым работником. И Шиндлер был участием, он и до войны поступил в партию нацсоциалистов. Ну, то есть он был нацист, как бы понятно, что он спасал евреев. Жанис такой был немножко левак за рабочих и простых людей до войны. Но понятно, что у него были друзья евреи до войны, но спасал он всех. Но всех евреев, которых он сам находил или которые его нашли, он пытался... Уточним, рижанин, портовый работник, политически левоориентированный, спасал своих сограждан, жителей Риги, других городов, друзей, которые попали в рижское гетто во время нацистской оккупации. И не только из гетто, есть история мамы и с дочкой Софии и Ханны Штайн, которые были вообще из Германии, которые были из Берлина, евреи. У них тут вообще никого не было. Тех, кого депортировали из других завоеванных территорий. И вот, например, как раз про них будет один кусочек виртуальной реальности на английском, то есть конвентирован для интернационального. И прятал он спасенных евреев у себя в саду, в бункере. У себя, в сарае. В бункере и в других местах в Риге были бункера, были какие-то просто в погребах, потом вывозил их в деревню, в добылы, чтобы на поместьях, чтобы люди могли прятаться там. То есть такое, но он был и контрабандист, скажем так, и в 30-е годы его поймали даже с контрабандой. Вот, так что он не был особенно законопослушным человеком. Но в то же время он сопротивлялся режимам, которые были, в принципе, незаконными и попирали любой человеческий закон и ограничивали свободу. Да, да. Делал это он не один? Нет, у него была жена, дети, которые помогали, но младший сын, который помогал, старший до того, как его призвали в немецкую, кстати, армию. Вот. И у него были помощники, друзья. И часть из этих людей – это вот люди, с которыми вместе он работал. или в порту, или дальше в мясокомбинате с шофером, когда он работал. Это тоже какое-то такое доверие друг к другу, которые… Люди, которые не выдавали друг друга, но они именно… Был залог тому, что этот секрет, что он где-то в разных местах прячет больше, чем 50 человек, это они не выдали его. И его подвиг был увековечен разными формами, в разных жанрах после войны? Что происходило? Ну, евреи про него, латвийские евреи не забывали никогда, в принципе. Люди, которых… Первая информация про то, что Жанин спасал евреев, в Израиле уже в декабре 1944 году. В 1977-м Израиль… Он в Израиле сажает свое дерево, которые… Праведников мира, те, которые безвозмездно спасали евреев. Есть там огромный сад такой. Вот. И евреи приходили, приглашали его тоже на всякие мероприятия, приходили в гости. Вот. В Латвии, ну, как местные латыши, конечно, меньше знали про это. Ну, в советское время особенно про это не говорили, была как-то одна статья в Звайкзне, в сам издательстве выходили книжки на русском про Липке и его помощников. Но, в принципе… Что касается физического увековечения, да, это памятник на кладбище, новое кладбище в 1991 году, если я не ошибаюсь. А мемориал был построен и открыт уже в 2012 году. И памятная плита в 2000 году, еврейская община, Маарис Гайлес был инициатором, ну, премьер-министр бывший, и еврейская община Вайрова и Тифрайберга, президента, они открыли прямо у дома Жанни Слепкина на латышском ноябрите, просто рассказ, что там вообще происходило. Потому что не было тогда еще мысли, что будет музей, что будет мемориал, что все-таки… Я думаю, мы должны напомнить также и то, что сам музей является частной инициативой, и, по сути дела, это была идея многих людей увековечить память человека, который спасал жизни других. Равис, вам вопрос. Каким образом в современном мире, особенно тинейджерам, поколению, которые почти что родились с мобильными телефонами, как им можно рассказывать о событиях столь отдаленного времени? Может быть, им все это не нужно, скучно, неинтересно, и в то же время необходимо передавать эту память о человеческом мужестве? Как вы можете работать с этим поколением? Как вы с ним работаете? Ну, в принципе, сейчас чем-то таким экспериментальным мы занимаемся, хотя существуют классические формы, которыми мы очень хорошо владеем, и которые мы каждый день используем. Это классическая лекция, классическая экскурсия. Ну, и дигитальный, конечно, цифровой формат. В цифровом формате самое, что есть, хайповое такое, это виртуальная реальность, которая только развивается как технология сама. И в ней мы уже достигли некоторых успехов, которые мы сейчас готовы показать публике. Во-первых, это сам бункер Липки, который был восстановлен в этом цифровом формате. Трехдеменциальное пространство виртуальной реальности. Это одно. Другое то, что я уже поспешил упомянуть, это виртуальная реальность рассказа про Софию Ханна Штарр из Берлина. Этот кусочек, он уже на английском языке, он уже в типах голливудского блокбастера, который будет представлен в больших кинофестивалях. А воркшоп первый или, наверное, лица? Ну, воркшоп вполне. Уже существующий. Первый, то есть первый показ пройдет 21 и 15, скажем так. Первый показ пройдет 15 октября в Риге в рамках Рижского кинофестиваля. То есть следите, будет интересно. Хорошо. А есть ли у вас реакция молодежи на предложенные вами жанры? Вы получаете какую-то ответную реакцию? Это только в совокупности с тем, что каждая фаза тестирования, она проходит через руки, через глаза, уши, через все сенсорное восприятие молодых людей. Это наша... Это некоторая фокус-группа. Вы на ком-то испытываете эти технологии? Первая фаза была, сейчас пойдет вторая фаза при новом нашем продукте. Так что мы думаем о группе людей, которые будут пользоваться этим продуктом в первую очередь. Вы упомянули такие понятия, как, скажем, восстановленные обстоятельства спасения или, допустим, бункера. А если мы говорим о цифровой культуре, и вы также упомянули слово блокбастер или там остросюжетный фильм, не боитесь, что эта тенденция может приводить к тому, что сюжеты эти или, допустим, ощущения могут довольно быстро устареть, и нужно будет идти дальше и дальше и дальше. А я не зря упомянул Шиндлера, потому что Марс Гайвас тоже хотел сюда пригласить режиссера, автора кинолеты, чтобы для открытия не получилось. Но все-таки мы о нем думаем как, ну, действительно, как ролл-модел. Ну, ролевая модель. Ролевая модель. Именно, как является Анна Франк, например, для молодых людей. Сными словами, это такой, может быть, уже несколько обобщенный образ человека, который спасал жизнь другого. То есть липкий, как наш символ, чем можем гордиться, символ мужества, символ подражания для молодых людей. И для этого каждый способ, он годится и нужен, и мы должны развивать экспериментальные модели. Если мы немножко абстрагируемся от конкретных мероприятий и проектов, которые вы создаете в музее, и поговорим о, скажем, общем состоянии коллективной памяти в Латвии, Лолита, скажите, где вы видите там какие-то проблемные зоны или болевые точки, если мы так вот с птичьего полета посмотрим на памятийный ландшафт? Вот где у нас разломы, где у нас некоторые землетрясения, где у нас какие-то трясины и болота? Ну вот давайте посмотрим немножко. По поводу памяти, ну я больше могла бы сказать про память Холокоста, как это меняется, что этот, мне кажется, такой перелом произошёл, что это вместо трагедии, которой евреи помнят про своих евреев, а мы остальные про что-то своё, всё-таки понимание то, что евреи были частью Латвии и частью общества Латвии, и что это и наша общая трагедия, Холокост, и что это просто думать про, например, про убийство, ну, в Липае, там, в Щедо или в Румбуле и в других местах евреев, что это просто мирные жители, которых убивают только потому, что они евреи, и они до этого были, не знаю, они учились вместе с нашими бабушками, с дедушками, вместе ходили в одни и те же кино, и к тем же врачам, в те же магазины. Мне кажется, что это всё-таки меняется, и особенно это видно там, где в каких-то городах, где есть люди, которые готовы, там, ну, один из таких примеров Айспуты, где это местные люди, там нету евреев, всех евреев убили, никто там не живёт, которые поставили в этом году памятный камень, и в котором там у Дома культуры есть памятная плита, что здесь были евреи, которых убили Айспутские. Мне кажется, это очень важно, что мы как-то всё-таки не пытаемся больше быть самими главными жертвами Второй мировой войны или вот советского или нацистского периода, что мы понимаем, что этих групп было несколько. И то, что я переживаю за свою дедушку, которого сослали в лагеря, это никак не отменяет то, что я могу и сопереживать тем, которых нет родственников только из-за того, что был Холокост. Если мы говорим о своеобразной памятийной солидарности, я думаю, это то, о чём вы только что сказали, каким образом музей может способствовать как раз развитию солидарности? Я думаю, здесь мы переходим к третьей теме нашего разговора, это Дом мужества, это уже некоторый взгляд в будущее. Много месяцев назад вы упоминали об этой инициативе, давайте узнаем, что произошло за это время, что вы накопили, как продвинулись, ну и, собственно говоря, вернёмся к теме того, как мужество можно сохранять и в современном, очень непростом и печальном мире. С чего начнём? Ну, составные части нового проекта, это, конечно, форма и контент, содержание. То, что, чем мы занимались этот год, мы старались работать над обеими этими формами, над формой архитектурной работало бюро МАДА-архитекты, которое сейчас уже подходит к концу проекта, к концу года будет практически проект готов, то есть можем начинать строить. Что мы будем делать в Доме? Этим мы занимались вместе с нашими друзьями и коллегами по делу интеграции общества. Общество русскоговорящих родителей Германии был наш партнёр в развитии методики или даже методологии того, как общественно... Повод искать для этого... Гражданское образование. Как форма музейной работы практически или при музее может осуществляться как раз у нас очень конкретно, с нашей методикой. Музей становится ещё и образовательной институцией. Именно. И каковы результаты, к чему вы пришли? Ну, надеемся, что к концу октября сможем созвать вместе архитекторов, урбанистов из Литвого Тайпера. Образовательных, да. И вместе предложить сообществу наш выработанный буклет, который представит проект в целостности. И уже будем говорить о деталях, о форме и о совокупности формы и контента. Но уже известно название этого дома, да, «Дом мужества». То есть тем самым это... Если в нынешних помещениях музея идёт рассказ о мужестве в прошлом, то я понимаю, что новое здание ориентировано на будущее, мужество в будущем. Каким образом... Почему эта категория вообще необходима? Признаюсь, первая реакция, когда слышу подобное название, это что-то из учебников истории 20-го столетия, когда люди должны были сделать моральный выбор, очень тяжёлый выбор, но многие делали его как раз для того, чтобы спасти жизнь человека, не предать и сопротивляться режимам. Получается, что начало 21-го века снова заставляет нас делать подобные выборы? Ну, во-первых, да. Мне кажется, что когда был, например, кризис с беженцами... 14-15 год. Да. Не с беженцами сейчас. Беженцев-украинцев мы понимаем, это рядом, это мы видим, что там война. И то, что тогда было, в 14-15 году, очень трудно понять, что там такая же война, и беженцы, и как-то они ищут дом, и мы бы тоже бы наверняка, если бы нас бомбили, кто-то бежал, кто-то оставался старыми родителями, да, эти выборы в жизни, они же сложные. Вот. Но это было тоже очень видно сейчас, как мы можем сопереживать тем, которые рядом и похожи на нас, и как трудно это делать теми, которые как бы... у которых или другая религия, или немножко другой цвет кожи, или ещё что-то такое. И мне кажется, что это очень... как-то легче было увидеть. Люди говорят, вот как так? Взяли всю деревню, соседей, взяли, увезли в лес и расстреляли евреев. Ну как же, вместе же жили. И ты понимаешь, что это надо, на самом деле, довольно мало, чтобы демонизировать какую-то группу и сказать, вот их не будет, и тебе будет хорошо. Мне кажется, что вся идея вот в этом доме храбрости или мужества в том, чтобы воспитывать, ну не знаю, воспитывать, чтобы было место образования, такого свободного образования, гражданского именно. Что, ну посмотрите, чтобы люди голосовали, чтобы люди включались, чтобы люди понимали, что всё-таки они создают общество. Это не только политики в Сайме, и это не только журналисты в медиа, то, что вы делаете. Это ещё, помимо всего, это какая-то часть этого общества. И, конечно, легче не обращать на это внимание, просто на что жаловаться, сидя в диване. К тому же, это очевидно, что приходит опять время гражданского мужества, гражданского мужества. Кто же будет другим, чем, если не музей, если не образовательная система, которая будет молодых людей воспитывать и давать эти ролевые модели. Как вы оцениваете состояние качества образования в Латвии, допустим, вот содержание, так называемый контент? Достаточно ли мы уделяем как общество внимания вот подобным примерам? Вы анализировали, насколько Жанис часто появляется в учебниках истории? Мы смотрели, что он появляется, появляется даже в экзаменах каких-то, да. И дети пишут, то есть научно-исследовательские работы, то, что в школе тоже некоторым из них, они приходят в музей и пишут или про Жаниса, или про его сына, который всё это увидел, ребёнком, ну, и евреев, и то, что вообще вокруг происходило. Вот. Так что, ну, в принципе, мы ничего не можем сказать про новую программу образования, потому что и учителя частично ничего про неё не могут сказать. Но это понятно, что те учителя, которым важно или в уроках литературы и социальных науках говорить или про, не знаю, про других, про толерантность, про то, про евреев Латвии, свиногарши, когда вкус свинца, когда они читают Марса Берзинча роман. Мне кажется, что, ну, мы увидим, как это учителя, как с этим работают, но, в принципе, это... И даже инструкторам программы обороны было бы интересно, наверное, поучиться у Жаниса Липки, там, рыть бункер. Ну, и организовать всё это в какой-то ливонной будке, да, ты оставляешь записку, чтобы ты нашёл эту дорогу, кто тебя подберёт, как тебя вывести. В принципе, это разные такие, ну, подпольные дела, что, конечно, я думаю, сейчас это интересно. Но есть ещё один жанр, каким образом вы рассказываете обществу о тех людях, кто были мужественны, кто спасали жизнь других людей, сопротивлялись тоталитарным режимам, это определённая, не знаю, как это можно назвать, орден, премия, которую вы вручаете ежегодно. Расскажите об этом. Серебряная полена, это уже, не помню, пятый год получается. Мы решили, что это понятно, государство Израиль даёт своё, вот это, не сажать дерево, свою награду, орден тем, которые спасали праведников мира, орден, то, что они спасали евреев. Но в Латвии мы хотели как музей тоже почтить тех людей, которые, ну, семьи уже и потомков, тех, которые решались на это и спасали евреев, и помогали. И, например, в этом году это было в Риге в музее, потому что семья, часть живёт, семья Эмила Яббелла живут в Риге. Но это была замечательная встреча, потому что встречаются и родственники Эмила Яббелла, и Вилли Фриша, которую она спасла. И встречаются обе стороны, друг без друга, ну, их бы не было, может быть. В Айспоте это было очень важно, потому что мы, наконец-то, выезжали куда-то, и это люди местные могли прийти. Это семья Шустеров. Да, да. В Айспоте была в прошлом году семья Дзенесов и Шустеров, которые приходили. Приходили местные. Было очень много местных медиа. И для этой семьи это была тоже честь, почёт. То, что они за это заплатили очень высокую цену. Люди за то, что не спасали евреев, они погибли, убили, в принципе, в лагерях. Чудом выжила вот мама семьи Дзенес. В общем, это очень непросто, и настолько важно про это, ну, не знаю, как-то вот встретиться, поговорить и почтить этих людей. Потому что у нас очень много примеров, когда, если мы вот ездим куда-то посмотреть, места, люди говорят, только не ставьте никакие тут памятники. Да, тут было гетто, но дайте нам всё это забыть. Только не это, только не какой-то музей. Это понятно, что люди не хотят вспоминать или думать про прошлое, или всё это надо оставить. Ну вот непросто. Для того, чтобы не забыть, вы устраиваете в ближайшее время, в эту пятницу, 23 сентября, жанр живой библиотеки. В окончании нашей беседы ещё раз давайте напомним нашим радиослушателям очень коротко, что это, где и когда. Это «Живая библиотека», встреча с двумя людьми, с художницей Сандрой Крастыня и с Марисом Гайлом, который, с Гайлесом, который вместе с Сукутсом делали кинофестиваль, ну, фильмов без цензуры. И воспоминания, вот конец 80-х, 90-е годы, есть эта беседа в живой библиотеке, она будет происходить в мемориале Жанни Салипке в Типселе, Мозаис Баллеста, Дамбс, 9, 23 сентября, в пятницу, полседьмого. Вход бесплатный, поэтому ждём вас на этом мероприятии, и будет возможность услышать рассказы из 90-х годов, рассказы о мужестве тогдашнего периода. Большое спасибо сегодня нашим гостям, я говорю, руководительницей мемориала Жанни Салипке Лолити Томпсона и куратору музея Райвису Симонсонс. За ваше время спасибо, спасибо за то, что вы делаете, сил вам выдержки и веры в будущее. Спасибо ему коллеге Евгению Копейну за обеспечение технической стороны нашего эфира, и спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня внимательно слушали нас так внимательно, что сегодня, увы, не было ни одного вопроса, но будем надеяться, что мы всё-таки с вами снова встретимся через неделю. В гостях у нас будет философ Игорь Губенко, и он расскажет о своём отношении к теме коллективной памяти, о чём его тоже летом никто не спрашивал. Вот он поэтому придёт к нам и будет рассказывать о своей версии. Спасибо и до свидания.